Здравствуйте! На библейский портал экзегет пришел вопрос. Некоторые живут в явных грехах до самой смерти, и Бог их не наказывает. Почему? Мы верим в том, что человек вечен, человек бессмертен. И как апостол Павел говорит, надлежит человеку один раз умереть, а потом суд. И каждый будет судим. Как будет судить другого человека Господь, это не наше дело. Наше дело, как он будет судить нас. Я думаю, что если мы представим себе, как будет судить нас Господь, нам вообще не будет никакого дела для того, чтобы судить кого-то другого. И мы не знаем его пути. Вот в Евангелии от Луки рассказывается о разбойнике, который был распят по правую сторону от Господа Иисуса Христа. И этот человек, проведший страшную жизнь, видимо бывший убийцей, насильником и вором, он услышал от Бога слова «Сегодня будешь со мной в раю». Что он для этого сделал? Он изменил свою жизнь? Нет, он не успел этого сделать. Он исповедовал свои грехи, он сказал «Мы достойные принимаем по нашим делам». Он увидел рядом безгрешного, он ничего не сотворил. Он сказал «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие своем». Он признал в нем Бога. Раскаялся и попросил, помолился и был прощен. Понимаете, поэтому человек, который живет долго и грешит, он может кончить, как этот разбойник. И Бог это видит и надеется. Он терпит. Он и нас с вами терпит, и других людей. Поэтому вполне возможно, что в конце жизни этот человек искренне и глубоко раскается. И Бог надеется на это. Поэтому давайте не будем судить, а будем вспоминать о своем суде. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok